Впервые пловцы опробовали этот маршрут в 2017 году. В этот раз сложные погодные условия не остановили участников. С самого утра спортсмены собрались возле Приморского океанариума, где им провели инструктаж по технике безопасности. Затем отправились на катерах к острову Скриплёва. На старте заплыва смельчаки подняли российский триколор и сделали совместное фото на живописном морском фоне. И вот заплыву длиной в 3 километра дан старт. В соревновании приняли участие 25 спортсменов. Свои силы решили испытать не только опытные пловцы, но и новички. Сейчас любой желающий, имеющий достаточную подготовку и снаряжение, может присоединиться и попробовать себя в плавании на открытой воде в организованном порядке. Почти у всех экипировка одинаковая. Гидрокостюм, ласты, маска или очки и специальный оранжевый буйок. Но кто-то решался плыть, так сказать, налегке, в одних плавках. Хотя опытные спортсмены советуют преодолевать большие расстояния в полном обмундировании. Так гидрокостюм защищает не только от переохлаждения, но и от медуз. Для всех был предусмотрен один абсолютный зачет. В итоге самой быстрой оказалась 16-летняя Анастасия Сердюкова, прошедшая дистанцию за 53 минуты 30 секунд. И абсолютный победитель 2018 года, заплыв в остров Скирплёва, Сердюкова Анастасия Михайловна. В тройку лучших вместе с ней попали Олег Сибирцев, который в водных видах спорта уже более 40 лет, и Олег Иванов. Уставших, но радостных, пловцов на берегу встречали не только друзья. Каждого участника, независимо от результата, наградили памятными медалями заплыва. Остров Скирплёва. Дмитрий Беломеснов. Новости на Восьмом.